Как вы поступаете, когда вам встречаются покупатели, которые не реагируют на вашу презентацию или настроены негативно? Как вы знаете, бесполезно кого-то уговаривать или пытаться заставить купить ваш продукт. Вы сможете продать его, только если человек сам захочет его купить. А как поступить в том случае, когда вы встречаетесь с явным сопротивлением? Во-первых, помните, независимо от того, что делает и говорит ваш потенциальный клиент, по его мнению он поступает правильно. Во-вторых, вам нужно искренне согласиться с его мнением. Как это работает? Приведу пример. Представьте, вы звоните потенциальному клиенту. По голосу вы сразу понимаете, что момент не из лучших. Ваш собеседник раздражен или занят своими мыслями. Сейчас он не собирается слушать о вашем продукте. Что делает большинство людей в такой ситуации? Извиняются и предлагают перезвонить позже. Вместо того, чтобы сделать так же или начать свою презентацию, спросите у него, что случилось. Он начнет рассказывать вам о событиях дня. Чтобы человек вам не говорил в этот момент, согласитесь с этим. Не надо переводить разговор в другое русло. Не спорьте с ним. Он имеет право видеть текущую реальность в таком свете. Возможно, вы чувствовали бы то же самое, если бы поменялись с ним местами в этот момент. Все свое внимание направьте на то, что говорит вам потенциальный клиент. Пока вы слушаете собеседника, вы получаете информацию о том, чем занято его сознание. А это очень полезный инструмент для совершения последующей сделки. Безоценочно воспринимайте его слова. Во время этого разговора вы можете задавать вопросы, чтобы лучше понять, о чем говорит человек. И соглашайтесь с его точкой зрения. После того, как вы полностью все выслушали, согласитесь со всем сказанным или как минимум скажите, что вы понимаете своего собеседника. Соглашаясь с тем, что чувства, которые он испытывает прямо сейчас, имеют право на жизнь, вы создаете взаимопонимание между вами. Именно это взаимопонимание растворяет сопротивление. Люди не любят чувствовать себя одинокими. Им очень хочется, чтобы кто-то был на их стороне и чтобы кто-то считал, что они правы. Каждому нужна поддержка. И тогда к вам, как человека, который их понимает и поддерживает, они начнут испытывать симпатию. У человека, который симпатичен, гораздо проще купить, чем у какого-то продавца или консультанта. Когда вам встречается клиент, который оказывает вам сопротивление, или не хочет общаться, или настроен негативно, гораздо мудрее согласиться с ним, а не спорить. Согласие напрочь убирает это сопротивление и ведет к продаже. В следующий раз, когда вам встретится сложный клиент, не торопитесь побыстрее завершить общение с ним. Не тратьте энергию на споры. Используйте новые знания, о которых я вам рассказал в этом видео, и вы получите потрясающие результаты. Продолжение следует...